Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Юрий Бездудный раскритиковал организацию приемки сырья у оленеводческих хозяйств и пообещал отправить руководство профильного департамента и мясокомбината работать в тундру. Зимник на телевизуку открыт. Толщина льда на переправе через казенную виску достигла 65-сантиметровой отметки. Желание исполняйтесь. У детей от 3 до 17 лет и пожилых людей старше 60-ти есть возможность исполнить свою мечту. В России проходит акция «Елка желаний». По данным портала stopcoronavirus.rf на территории региона выявлено два новых случая заболевания COVID-19 за минувшие сутки. В числе заболевших один – житель Наринмара. Кроме того, зарегистрирован один привозной случай заболевания из Москвы. 12 пациентов прошли курс лечения и выздоровели. Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 3492 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 3297 человек. В регионе зарегистрировано 86 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 111 человек. Еще у пяти пациентов коронавирус подтвержден результатами исследований методом иммунно-ферментного анализа. В целом на лечении в регионе находится 116 человек. Из них стационарное лечение получают 26 человек, амбулаторное – 90. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 871 человек, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности. Посты эпидконтроля в аэропорту Наринмара, на посадочных площадках Нижней Пёше, ОМИ и НИСИ. Обязательный масочный режим системы QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий. Постановление главного государственного санитарного врача ПАНАО об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан по эпидемическим показаниям. И в продолжение темы. Наталья Кирхар призвала жителей округа при ухудшении самочувствия на новогодних праздниках не заниматься самолечением, а обращаться за помощью к врачам. Об этом руководитель Роспотребнадзора ПАНАО сообщила в ходе оперативного штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции. Уровень заболеваемости на территории региона снижается. По сравнению с предыдущей неделей число пациентов с диагнозом COVID-19 сократилось на 15%, а количество выздоровевших увеличилось на 1%. Регистрируются единичные случаи на селе. По словам Елены Левиной, коечный фонд свободен на 30%. Из тех заболевших, которые у нас фиксируются в медицинских организациях, 32% находятся на течении в стационаре. Лекарственные препараты у нас все заказаны, поступили. Все лекарства у нас есть. У нас нет единственного препарата Актемра, которого нет в Российской Федерации. Это препарат, который выпускается фирмой Pfizer, которая приостановила свои поставки в Российскую Федерацию 4 месяца назад. Данный препарат используется только для тяжело больных пациентов, и его нет в протоколе лечения коронавируса. Достаточное количество лекарств и средств индивидуальной защиты есть как и в Наринмаре, так и в сельских населенных пунктах. Губернатор округа Юрий Бездудный сказал, что система здравоохранения прошла тяжелые испытания в этом году, но смогла выдержать. Это значит, что система здравоохранения готова к тому, что если даже у нас будет увеличение больных ковидом, мы сможем всех поднять на ноги. Мы сможем людей вылечить. Самое главное, чтобы они вовремя обращались за врачебной медицинской помощью и не занимались самолечением. Вот что важно. На оперативном штабе также согласовали предложение по увеличению нормы по заполняемости мест на мероприятиях в организациях культуры, искусства и досуга с 30 до 50% от общей вместимости. Посетителям нужно будет предоставить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Обязательное соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Помимо этого, в ходе оперативного штаба согласовали проведение балла «Маскарада на льду» на Старый Новый год. Его планируется провести 13 января на стадионе «Дьюц-лидер». Юрий Бездудный раскритиковал организацию приемки сырья у оленеводческих хозяйств. Глава региона пообещал отправить руководство профильного департамента и мясокомбината работать в Тунру. Такое предупреждение от губернатора прозвучало в ходе рабочего совещания, посвященного вопросу реализации сырья оленеводческими хозяйствами на мясокомбинат. Первым в ходе совещания выступил руководитель профильного департамента Альберт Чабдаров. Он доложил о ходе убойной кампании. «В состоянии на 28 декабря у нас на убой направлено уже 36 638 голов оленей. Это 86% от общего плана. Заготовлено 1184 тонны мяса. Убой у нас завершили 4 хозяйства и 13 хозяйств. Убой продолжает и осуществляет 4 хозяйства и завершили 13 хозяйств. Мясокомбинатом вывезено на текущий момент и принято 130 тонн мяса. Автотранспортом будет вывозиться со стороны путей леча, вывезено и СПК «Харп». И вертолетами будет уже вывозиться из СПК «Индики». А следующая часть мяса будет вывезена в период января-февраль. По словам Альберта Чабдарова, на данный момент законтрактовано 653 тонны. За январь-февраль планируется добрать тот объем, который есть у оленеводческих хозяйств. Альберт Маратович, замечательный доклад. Слушайте, мне тогда остается закончить совещание, дать вам медали за прекрасно проведенную убойную кампанию и поздравить всех с Новым годом. Однако, по моему мнению, так как вы организовали в этом году убойную кампанию, это из рук вон плохо. Все ей занимались, депутаты, я лично подключался. Альберт Маратович, вы когда последний раз были в хозяйстве оленеводческом? Не на день оленя, где лайла, танцы, веселье. Когда вы были последний раз? В сентябре в Ервии. Прекрасно. То есть октябрь, ноябрь, декабрь вы не были в оленеводческих хозяйствах. Михаил Михайлович, вы курируете эту отрасль в департаменте. Когда вы последний раз были в оленеводческом хозяйстве? Не у Надежды Яковлевны только. Когда были последний раз? В апрель. Прекрасно. Слушайте, какого года тогда я хочу уточнить? Ветом. Слава тебе, Господи, что хотя бы в этом году. Татьяна Сергеевна, а вы когда были? В октябре. В октябре. Вместе, наверное, с Альбертом Маратовичем, да? Да. Коллеги. Люди, которые живут в тундре, они знают, как выращивать оленей. Но они не знают, как сбывать эту продукцию. И ваша основная задача – быть с ними на постоянной связи. Знать, чем они дышат, какие у них проблемы. Какие проблемы со сбытом. Кто вам позволил так относиться к главным людям? Оленеводца была и остается главной отраслью сельского хозяйства. Вот вы четверо здесь сидите, да? Вы решили ее на колени поставить. Гораздо проще взять и сказать, мы мясо ваше не возьмем. С чего это вы решили, что вы не возьмете? Не возьмете вы, значит, пойдете в тундру выращивать оленей. Кто-то другой будет сбывать. Коллеги, я вас предупреждаю. Весь департамент и подвед, Альберт Маратович, в тундру пойдете. Все, с троем пойдете мне. Напомню, в этом году оленеводы столкнулись с проблемой. Мясокомбинат в период убойной кампании резко сократил объемы закупок мяса. По информации руководителя профильного ведомства Альберта Чабдарова, на сегодняшний день оленеводческие хозяйства округа заготовили 1184 тонны мяса. Мясокомбинат принял 130 тонн. Вопрос реализации оленейный губернатор округа Юрий Бездудный решил самостоятельно. Предприятие с Ямала выкупать часть мяса в следующем году. Зимник на Тельвиску открыт. Толщина льда на переправе через казенную виску достигла 65-сантиметровой отметки. Дорогу проверил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный. Подробности далее. На временной зимней дороге из действующей столицы Ненецкого округа в первую столицу Тельвиску работает спецтехника. Грейдеры снуют вдоль зимника. На ледовой переправе через казенную виску сотрудники ГИМС проверяют толщину льда. Проводились замеры. Толщина льда порядка 60 сантиметров в самом тонком месте. Позволяет открыть по пропускаемой технике до 20 тонн. Пока так. В дальнейшем намораживаться будет. Подрядчик будет нам сообщать о повышении тоннажа пропускаемой техники. Протяженность ледовой переправы 120 метров. В процессе эксплуатации ледовой переправы подрядчик будет оценивать грузоподъемность льда и регулировать интенсивность движения. Об этом и доложили губернатору Ненецкого округа Юрию Бездудному. Здесь же на переправе было принято решение открыть зимник. Намораживать начали еще 10 числа сразу. Переправу, да? Да, первым участком занялись намораживанием сразу. Ну а потом по мере как снег, в общей сложности 4000 кубов снега завезли. Но еще надо положить. Да, именно сюда или вообще? Нет, вообще. На всю дорогу. Ну вот мы проехали, дорога качественная. Там есть еще некоторые участки, но в процессе работы. 7 единиц техники работало в обществе. Прибыв в Тельвиску, губернатор уточнил у представителей сельсовета, готовы ли здесь к новогодним праздникам. В селе объекты обеспечения жизнедеятельности работают в штатном режиме. А после заглянул в местный социально-культурный центр. Елки в новогоднем все прошли достойно. Была общая сельская елка, были вечера отдыха для населения, горожане приходили. Для участников творческих коллективов елка проходила. Открытие елки было на улице, ой, на улице Доме культуры. Все было хорошо, экипаж Деда Мороза был, конечно. За что вам огромное спасибо, потому что экипаж Деда Мороза, мы видели, как он проходил замечательно. И с него, собственно говоря, благодаря этому экипажу загорелись все елки. Конечно. Василий Хатанзейский, Алина Учейская, Антон Водряков, Телеканал Север. Безопасный Новый год. На центральных площадях города и поселка Искатели во время проведения праздничных мероприятий будет стоять патруль. Сотрудники полиции переведены на усиленный режим несения службы. Во время проведения массовых мероприятий организуются контрольно-пропускные пункты. Предусмотрено перекрытие дорожного движения тяжелой техникой. Сотрудники полиции осуществляют дежурство и патрулирование улиц, площадей и мест с массовым пребыванием граждан. В места празднования запрещается проносить оружие, любые напитки в стеклянной таре и особенно проносить и распивать спиртные напитки. Распитие алкоголя в общественных местах влечет за собой привлечение к административной ответственности. Полицейские призывают граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок, быть аккуратными при использовании пиротехнических изделий и быть бдительными, обращать особое внимание на оставленные без присмотра сумки, пакеты и иные вещи. Обо всех нарушениях правопорядка необходимо незамедлительно информировать сотрудников полиции, либо звонить по телефону, который вы видите на своих экранах. Ненецкое лесничество напоминает о запрете заготовки еловых пород перед новогодними праздниками. В преддверии новогодних праздников лесничество поступило множество запросов на разрешение срубить ель. Для заготовки еловых пород есть специально отведенные места, но в Заполярье таких территорий нет. Лесное заменение законодательства предусматривает заготовку елей и других хвойных пород на лесных участках только в районе расчисток и просек. К таким участкам относятся квартальные просеки, противопожарные лесохозяйственные дороги, линии электропередач и противопожарные полосы. В Ненецком лесничестве таких участков нет. Сотрудники Ненецкого лесничества совместно с представителями общественности и служащими ОМВД проводят рейды с целью пресечения нарушений незаконной заготовки древесных еловых пород. Также разъясняем, что незаконная заготовка елей при новогодними праздниками в соответствии с кодексом административной ответственности Российской Федерации увеличивает наложение штрафа для гражданских лиц от 3000 рублей, для юридических лиц от 200 тысяч рублей. При использовании мотоавтотранспортной техники штраф увеличивается от 4000 рублей и от 300 тысяч рублей соответственно. При нанесении ущерба размером больше 5000 рублей наступает уголовная ответственность. Также незаконная перевозка и сбыт еловых насаждений влечет за собой административную ответственность. Ненецкого лесничества поздравляет всех с наступающим Новым Годом, желает всем счастья и удачи. И просит не заготавливать живых елей в незаконном способе, а приобретать лучше искусственные елочки, а не практичнее и красивее. Я мечтаю стать пилотом или встретиться с известным спортсменом. У детей от 3 до 17 лет, а также пожилых людей старше 60, есть возможность исполнить свое желание. По всей России проходит акция «Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай со мной». Подробнее об этой доброй традиции расскажет Елизавета Кабанова. Новый Год – время чудес. Ежегодная акция «Елка желаний» стала уже доброй традицией. Каждый год, начиная с 2018-го, нуждающиеся дети могут получить различные книги, цифровую технику, музыкальные инструменты. Все то, что поможет им в саморазвитии и обучении. Мы помним, что это всегда время чудес и исполнения желаний. Аида, и поет желание, вот оно сбывается прямо сейчас. Спасибо большое. Оставить заявку на сайте елкожеланий.рф Аиде помогла мама. Ребенок попросил у Деда Мороза ноутбук, чтобы уделять больше внимания учебе. В будущем Аида хочет стать бухгалтером или юристом, потому что, как признается девочка, ей нравится считать, думать и писать. А любимые предметы – русский язык, история и алгебра. Ноутбук мне нужен был также и для выполнения домашних заданий, так как все равно ноутбук понадобится всем детям. Сейчас уже современный 21 век, уже всем понадобится нужен будет ноутбук. Каждое желание оформляется в специальную открытку в виде елочной игрушки. Для того, чтобы сделать подарок, нужно зарегистрироваться на сайте елкожеланий.рф, выбрать регион, район и установить предел суммы, а также количество желаний, которые вы готовы исполнить. Она важна, потому что у нас этот год объявлен годом добра. А елкожеланий – это уже ежегодная традиция, когда исполняются желания тех, кто больше всех нуждается в исполнении этих желаний. Впереди Новый год, осталось всего несколько дней, а это время чудес, исполнения желаний. И я желаю, чтобы желания всех наших жителей исполнялись. За все время акции по всей России было исполнено более 21 тысячи желаний. Как материальных, так и нет. В этом году в Ненинском округе свое желание загадали 27 человек. А неравнодушные жители вызвались помочь землякам в исполнении их мечты. Творите добро, и оно обязательно вам вернется. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Смотри, какая красота. Наглядеться на новогодние игрушки от мастерицы из Наринмара и Елены Калининой невозможно. Словно живые миниатюрные мальчики и девочки – лучшее украшение для елки. О творческом человеке и его необыкновенном увлечении в нашем следующем материале. С подснежниками, из сказки 12 месяцев. Сказочная пачерица, как живая, даже юбочка на ее костюме, будто шевелится от зимнего ветра в лесу. Увлечение игрушками в необычной технике пришло героине нашего сюжета около пяти лет назад, когда на чердаке дома, который она купила, обнаружился старенький Дедушка Мороз. Из 50-х годов прошлого столетия. Он был сделан из ваты, мне было интересно. Я его распотрошила и потом реставрила. Он был поврежден очень. И я подумала, это же интересно. Нашла в интернете девочек, которые этим занимаются. Поехала сначала на одни курсы. Дальше больше Елена раз за разом начала постигать премудрости хендмейда, поддерживать связь с другими рукодельницами. Вот мой первенец. Это я ходила на мастер-класс свой первый. Он такой еще немножечко несуразный, нету форм. Это первый мой мальчик, который я сделала, когда вообще еще ничего не умела. Кстати, зовут этого красавчика Иванка. В работы Елены влюбляешься сразу, как говорится, с первого взгляда. А вот этот молодец – Данечка. Мастерица признается, что он ее фаворит. Этого мальчика очень-очень люблю. Он такой тоже новогодний, деревенский такой мальчишечка. Его как-то зовут? Я его Данечка называю. Просто Данечка. А еще эти игрушки не бьются и считаются экологически чистыми, потому что сделаны из абсолютно натуральных материалов. Вот вата льняная. Вот эта льняная – это хлопковая. Специально я заказываю, конечно. Можно из простой ваты делать, но я уже перешла немножко на другой уровень и не заказываю. Вата, клейстер из крахмала делается и больше ничего. Каркасик из проволоки. Все, экологически чистая игрушка. На изготовление куколки в среднем уходит до пяти дней. Самый длительный процесс в создании игрушек – сушка. Из проволочного каркасика, обмотанного ватой и нитками рождается тельце, потом появляется лицо. Елена лепит его из глины, а затем раскрашивает. Поэтому каждая кукла не похожа на другую. Даже вместо клея мастерица использует крахмал, а после уже одевает. Благодаря специальной технике удается передать даже движения. Куклы не статичны, а кружатся в танце, идут по своим делам. И каждая из них с харизмой даже в этой крысе, символе одного из прошедших годов, чувствуется характер. У меня нет такого, что я именно буду делать такое. Единственное, что исключает случаи, когда делаю на заказ. Да, там дают картинку или что-то, открытку часто, старые открытки. Многие хотим именно такого человечка. Тогда на заказ я делаю именно по какой-то уже эскизу. А сама, когда я делаю, я просто... Сегодня у меня такое настроение. Вот она такая лохматенькая, да, такая игривая, с шишечками там, да. Тут я была более спокойна. Она получилась просто девочка с косичками. Сейчас Елена создает серию «Утренник». По ее задумке игрушки будут выглядеть, как воспитанники детского сада. В тематических костюмах и даже с бумажными масками на лицах. И масочки будут, вот, лисички, вот маленькие масочки мы тоже делаем, как в детском саду. То есть ее нужно будет снимать? Да, она будет на резиночке, как в детском саду мы делаем маски девочкам. Это она. Кроме того, в творческой копилочке кукольных дел мастерица специальные игрушки, которые можно сделать вместе с детьми на мастер-классах. Их особенность – они круглые, как шарики, и тоже абсолютно из экологичных материалов. Кроме елочных украшений, Елена делает фигурки медвежатка Дню всех влюбленных и пасхальных кроликов. Делаешь с душой, время же не замечаешь, как оно идет. Кавалер с кулечком апельсинов, девчушка с бараночками от мороза румяная. На валеночках мальчишаки-бальчиша даже снежок. Невероятные игрушки и образы, которые создает Елена, пользуются популярностью. Поклонники ее таланта есть за рубежом, а теперь и среди нас. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.